Сирия действительно является доминирующей темой на конференции. Понятно почему. Там идет гражданская война. Вы знаете, когда я собирался сюда, у меня было ощущение, что у нас ситуация по этой теме с нашими коллегами и партнерами совсем сложная и тяжелая. Потому что нет договоренности по ключевым вопросам, включая создание возможной коалиции, сотрудничество военных, все носит эпизодический характер. Но все-таки хочу отметить, что прямо здесь, в Мюнхене, состоялись переговоры между российским министром иностранных дел Лавровым и госсекретарем Керри. Другие коллеги там потом в том или ином качестве присоединялись и договорились о том, как действовать в ближайшее время. Поэтому я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что удастся наладить сотрудничество по этому вопросу. А оно критически необходимо. Потому что если мы не объединимся по этой теме, то в Сирии будет бесконечная война, будут гибнуть люди, будет массированный поток беженцев в Европу. В Европе придется решать свои крайне сложные задачи. Но и самое главное, мы не сможем побороть терроризм, который является угрозой всей современной цивилизации. Премьер-министр, какие конкретно военные операции и другого рода операции в этом смысле Россия будет готова предпринять для того, чтобы содействовать деэскалации конфликта в Сирии? Я все-таки напомню, почему мы в Сирии появились. Россия участвует в этой операции для того, чтобы, во-первых, защитить свои национальные интересы. В Сирии большое количество боевиков, которые готовы в любой момент сорваться с места и поехать устраивать теракты в России. Их тысячи. И второе, конечно, есть легальная основа, это обращение к нам президента Асада. Поэтому мы будем принимать решение о военной компоненте с учетом двух этих факторов. И, естественно, в зависимости от того, как будут развиваться события. Сейчас главное договориться о том, чтобы начались переговоры между всеми сторонами сирийского конфликта и определиться с террористическими группировками. Потому что вокруг этого идут бесконечные споры. Значит, вот кто хороший, а кто плохой. Но, на мой взгляд, там все совершенно понятно. И все остальное, это, что называется, от лукавого. Это первое. И второе. Сегодня я посмотрел, уже в комментариях госсекретаря Керри, было сказано, что вот если Россия и Иран не будет помогать, то мы вместе с другими готовы провести наземную операцию. Но это напрасные слова. Зря он так сказал. По одной простой причине. Если он хочет получить там длительную войну, то, конечно, можно устраивать и наземные операции, и все остальное. Но не надо никого пугать. Надо договариваться в том ключе, в котором они вели разговор с министром Лавровым. А не говорить о том, что вот если что-то пойдет не по такому сценарию, то мы вместе с другими арабскими странами будем предпринимать наземную операцию. Я уже отвечал на этот вопрос не так давно. И хочу еще раз повторить. Никто не заинтересован в новой войне. А наземная операция это полноценная длинная война. Вот из этого надо исходить. Очевидно, ключевой вопрос это будущее Башара Асада, президента Сирии. Будет ли Россия продолжать поддерживать его в столь важный момент? Россия не поддерживает лично президента Асада. Россия поддерживает дружественные отношения с сирийским государством. Они возникли не в период, когда президентом стал Башар Асад, а еще в период, когда президентом стал его отец, Хафиз Асад. Это первое. Второе. Мы никогда не говорили, что это является главным элементом нашего участия в процессе. Мы просто исходим из того, что в настоящий момент нет ни одной другой легитимной власти в Сирии, кроме Башар Асад. Нравится он кому-то или не нравится, но он действующий президент. Если его выдернуть из этой конструкции, там будет хаос. И мы это видели неоднократно на примере стран Ближнего Востока, когда страны просто распадались на части, как, например, произошло с Ливией. Поэтому он должен принимать участие во всех процедурах, процессах, но его судьбу как политического лидера должен решать народ Сирии. И он это понимает. Он об этом заявил, когда приехал в Москву. Что если народ меня не поддержит, естественно, я в управлении страной участвовать не буду. Но до момента определения будущего политического устройства Сирии, того, каким образом страна это будет управляться, он должен быть на месте. Такова наша позиция. Таким образом, вы уже работаете над обеспечением политического перехода в Сирию, учитывая все то, что вы уже сказали. Мне кажется, что мы не должны очень глубоко в эти вопросы погружаться. Я имею в виду и Россию, и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. Мы должны создать благоприятные условия для того, чтобы этот процесс начался. Мы должны посадить всех за стол переговоров. По сути, подтолкнуть их к общению, чтобы они закрыли глаза, может быть, на какие-то взаимные обиды, на проблемы, которые существуют. Это и есть путь к национальному примирению. А с учетом многоконфессионального характера государства Сирия, это крайне необходимо, чтобы они все друг друга слушали. Ведь мы понимаем, что это будет за диалог. Давайте по-честному признаемся, что это будет диалог между очень непростыми людьми. С одной стороны, президент Ассад, которого поддерживает часть общества и военные. С другой стороны, другая часть общества, которая относится и к другим конфессиям зачастую, которая не любит Ассада, и которая, тем не менее, должна будет сесть за стол переговоров с ним. Но они должны договориться во имя будущего единой Сирии. А наша миссия, как мне кажется, стран, которые помогают этому процессу, именно в том, чтобы обеспечить начало этих переговоров, ну и помогать им в решении каких-то тонких проблем. Тем временем мы знаем, что сейчас проходит наступательная операция в Алеппо, сопровождающаяся многочисленными страданиями. Готова ли Россия прекратить наступательную операцию для того, чтобы обеспечить создание гуманитарного коридора и позволить людям опять вернуться в свои дома? Россия будет действовать в соответствии с теми договоренностями, которые у нас существуют, с одной стороны с президентом Ассадом, а с другой стороны в рамке тех договоренностей, которые мы сейчас пытаемся достичь с другими государствами, в том числе с нашими партнерами по переговорам, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и другие страны. Значит, но прекращение тех или иных боевых операций должно быть поставлено в зависимость от того, как быстро сложат оружие все участвующие стороны, потому что это самое опасное, когда кто-то прекращает что-либо делать, а другой начинает развивать свои боевые успехи, это просто ведет к эскалации конфликта, именно поэтому здесь должно быть единое общее решение о моменте прекращения боевых действий. И вот к этому нужно стремиться. С такой инициативой Российская Федерация выступила еще 4 февраля. Наши американские коллеги некоторое время колебались, всякие разные переговоры вели, вырегулировали постоянные противоречия в позициях между Госдепартаментом и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, апеллировали к Бараку Обаме, но вроде как они договорились, будем надеяться, что этот процесс пойдет быстрее. Вот из этого будет исходить российская сторона. Но окончательное решение конечно будет приниматься у нас президентом, потому что он является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Давайте перейдем к другому вопросу и рассмотрим конфликт, который разворачивается на Украине. Мы уже говорили о наличии замороженного конфликта в этой стране, возобновляются военные операции на Востоке. Что Россия может сделать для того, чтобы положить конец этому конфликту? Здесь ответ на вопрос чем-то проще, чем в Сирии по понятным причинам. И не только потому, что у конфликта нет такой степени жесткости, а потому, что понятно, как действовать. Как? На основании Минских соглашений. Они должны быть исполнены целиком и полностью, всеми сторонами. Мы к этому призываем всех, мы призываем тех, кто находится у власти на Юго-Востоке, мы призываем киевские власти. И дело не в том, что у нас есть какие-то расхождения с киевскими властями, и мы не любим друг друга, но объективности ради надо признать, что значительная часть того, что должны были сделать на Юго-Востоке, сделана. Самое главное, что практически прекращены боевые действия. К сожалению, иногда там что-то происходит, но это все-таки нечасто. Сейчас важнейшим является политическое и юридическое решение тех задач, которые вытекают из Минских соглашений. Кто за это отвечает? Ну, естественно, Украина. если Украина считает Юго-Восток частью своей территории? Это их правовое поле, это их компетенция, это их полномочия. Это полномочия президента, парламента и правительства Украины. К сожалению, я только что об этом говорил во время выступления на панельной дискуссии, они не торопятся с этим. Они говорят о том, что им сложно, что они не могут договориться, что это грозит устойчивости всей политической конструкции. Может быть это и так, может быть им сложно, понятно, что у них тяжелый период, но во имя будущего Украины они просто обязаны это сделать. Это прямая обязанность руководителей президента Порошенко, правительства Украины и парламента найти компромисс, достигнуть конституционного большинства, поменять конституцию, начать применение ранее принятых законов. Все это в их компетенции. Часть законов приняты, но не исполняются. Часть законов просто не приняты. Некоторые законы приняты, но не подписаны. Они должны все это сделать. Как только все это произойдет, можно будет проводить выборы органа местного самоуправления. Причем, как мы и договорились, по той формуле, которую предложил Франк Вальтер Штаймайер, а именно когда начинается временное применение закона самоуправления, начинается в тот момент, когда проводятся выборы, а потом, когда выборы подтверждаются в рамках процедуры ОБСЕ, начинается постоянное применение закона. Мы об этом говорим постоянно, все время. Совсем недавно на эту тему президент России говорил с Ангелой Меркель, вчера я говорил с господином Штайнмайером. Естественно, наши коллеги общаются, но нужно что-то делать. Мы постоянно об этом говорим нашим украинским коллегам. Вот в этом направлении нужно действовать. Разумеется, один из наиболее сложных вопросов для Украины, для международного сообщества это Крым. Обсуждается ли будущее Крыма? Нет и для России не существует. Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории. Там был проведен референдум. Мы изменили свою конституцию. Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации. Если вы встретитесь здесь на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с президентом Порошенко, что вы ему скажете? Честно говоря, не особо соскучился. Президент Порошенко находится в контакте с президентом Путиным. Я пока не имел счастья наблюдать премьер-министра. Хотя мне говорили, что он приехал, причем приехал не один, а в сопровождении премьер-министра. Но я пока не видел ни того, ни другого. Но главное, и это абсолютно точно, мои коллеги должны предпринять все для исполнения Минских соглашений. Это в их интересах, это в интересах государства Украины. А это для нас, что бы там ни говорили, близкое соседнее государство. Иными словами, конфликт в Сирии, конфликт на Украине, все это внесло свою лепту в подлинное ухудшение отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом и США. Скажите, можно ли перезапустить эти отношения? Вопрос в том, как и во имя чего. Мы уже как-то перезапускали с американцами взаимоотношения. Я в этом лично участвовал. Сергей Лавров кнопку жал с Хилари Клинтон, если я правильно помню, на которой было написано почти reset, хотя на самом деле немножко иначе. Значит, ну и что? К сожалению, отношения снова деградировали, они разрушены, они хуже, чем были. Поэтому, если что-либо перезапускать, то на принципиально иной основе. На какой? Равноправной, справедливой, спокойной основе взаимоотношений, исходя из того, что это нужно не только Российской Федерации, а Европейскому Союзу, Соединенным Штатам Америки. Знаете, у меня в памяти постоянное движение со стороны Североатлантического Альянса. Как только что-то происходит в мировой повестке дня, где Россия принимает участие, Североатлантический Альянс сразу надувает щеки, губы и говорит, ну все, мы с вами прекращаем общаться, мы приостанавливаем отношения. Так было, когда случились события в Грузии, сейчас произошло после украинских событий. Мы говорим, ну хорошо, это ваше дело, приостанавливайте. Проходит некоторое время, и нам на ухо начинают говорить, ну мы вообще-то хотели бы разморозить. Да, по этой теме начнем сотрудничать, по этой. О чем это говорит? Ну, во-первых, решение довольно бессмысленное, значит, прекратить сотрудничество в условиях тяжелейшей международной обстановки, там, где мы все друг другу нужны. Во-вторых, через какое-то время приходится отыгрывать назад. Тоже касается отношений с Соединенными Штатами Америки и с Евросоюзом. Мы к этому готовы. Мы хотим хороших, продвинутых отношений с Соединенными Штатами Америки и с Евросоюзом. Евросоюз вообще наш важнейший торговый партнер. Это группа стран, которые находятся на одном с нами континент. Мы связаны европейской идентичностью, историей, ценностями. Это все не в наших интересах, сохранять такую напряженность. Но если нам сначала сказали, что с нами не хотят общаться, то, конечно, первые шаги по восстановлению отношений должны предпринять тех, кто их прервал. Но мы готовы к тому, чтобы обсуждать любые вопросы. Одним из последствий ухудшения отношений стало введение санкций. Санкции, которые были введены в отношения России, они наносят серьезный урон. Скажите, насколько велик приоритет для вашего правительства добиться снятия этих санкций? Как обычно мы в таких случаях говорим, не мы эти санкции придумали, не нам их начинать снимать. Я уже ответил на этот вопрос частично, когда отвечал на предыдущий. Но это же нам сказали, что вы нехорошие, и мы вас будем наказывать. А потом посчитали и проследились, что оказывается это бьет по бизнесу. У нас был торговый оборот с Европейским Союзом 450 миллиардов евро. 450 миллиардов евро. А сейчас 217. Но надо спросить у людей, которые продукцию в Евросоюзе для России производили, различную, которые на предприятиях работают. Им это нравится все. Поэтому не мы это придумали, не нам начинать отменять. нас все время пугали санкциями, эти санкции вводили в советский период многократно. Никогда ни к чему не приводило, только деньги теряли. И сейчас будет то же самое. Надо набраться мужества и сказать, знаете, ребят, все, мы это завершаем вот с такого-то числа и просим вас тоже ответные меры приостановить. Вот это будет правильный подход. А что думают обычные россияне по поводу нынешнего экономического кризиса, потому что этот кризис углубляется ввиду санкций, ввиду снижения цен на нефть. Как живут обычные рядовые россияне? Положение в экономике действительно у нас сейчас не самое простое. Самый большой вклад в общеэкономическую ситуацию, в объем доходов бюджета конечно принесло драматическое падение цен на нефть, которого не было по сути лет 17, потому что сейчас цены абсолютно сопоставимы с теми, которые были в 1998 году. Наш бюджет к сожалению сильно зависим от цен на нефть, это правда, хотя он улучшается с точки зрения доходов, которые его составляют от нефти и от других источников, но пока очень сильно зависим. И это не могло не сказаться на ситуации с доходами и с положением обычных наших людей, с их реальными заработками, их реальными доходами. Но и санкции, конечно, повлияли. Это очевидно, потому что наши предприятия, например, лишились финансирования, которые они получали в европейских банках, они не могут развиваться, некоторые, во всяком случае, из них. Поэтому в этом смысле экономическая ситуация не самая простая. у нас в прошлом году был зафиксирован довольно такой существенный элемент снижения валового внутреннего продукта, больше, чем 3,5%. Хотя объективности ради надо признать, что это все равно в два раза меньше, чем было в период кризиса 2008, 2009 и 2010 годов. Несмотря на санкции и несмотря на то, что тогда цены на нефть были гораздо выше. Это, конечно, влияет на те ощущения, которые есть, но во всем этом есть и один положительный эффект. Экономика оздоравливается, она меньше зависит от нефти, и мы можем развивать свою промышленность и сельское хозяйство. Кстати, по поводу санкций, это, пожалуй, один из плюсов вот этих самых санкций и ответных мер, которые мы ввели. Заключается этот плюс в том, что мы стали активнее заниматься своим сельским хозяйством. И в значительной степени теперь себя обеспечиваем практически любым продовольствием. А, например, зерно в огромных количествах поставляем на экспорт. В этом смысле санкции помогли. Но, наверное, они не помогли сельхозпроизводителям и Европейском Союзе. Я спрашивал вас также о рядовых россиянах и о том, каким образом ситуация отразилась на них. И по мере усложнения жизни вы не опасаетесь возможных социальных волнений? Безусловно, мы обязаны думать и правительство прежде всего о том, какие социальные последствия создают экономические события, экономическая ситуация. Но, скажу прямо, мы много чего вынуждены были отрезать в бюджете, но мы не тронули социальных расходов, мы не тронули зарплат бюджетникам, пособий, более того, мы даже проиндексировали пенсии и в прошлом году, и в этом году, может быть, не полностью, но проиндексировали, будем стараться это делать и дальше. То есть, социальные затраты государства, они у нас очень большие, но они у нас являются защищенными. В этом смысле мы будем стараться делать все, чтобы социальное самочувствие российских граждан все-таки было максимально комфортным в этих условиях. Это действительно приоритет правительства. если мы посмотрим вновь на международную повестку дня, сейчас пятном на репутации российского государства является проблема свободы слова и СМИ. Такое ощущение, что Россия постоянно скатывается назад в этом вопросе. Почему это происходит? Мы всегда я скажу так прямо расходились в оценках того, как обстоят дела со свободой слова, с деятельностью средств массовой информации в Российской Федерации. Нас часто критиковали и сейчас критикуют. Значит, у нас есть своя позиция на эту тему. Наверное, в России средства массовой информации несколько отличны, например, от европейских средств массовой информации, но есть исторические отличия и вопросы роста. Но если говорить прямо, то у нас много разных СМИ, которые все-таки дают очень разную картинку, в том числе и электронных СМИ. Но когда меня спрашивают об этом, то я всегда отвечаю применительно к тому, как я воспринимаю ситуацию. Я могу вам сказать, что я очень редко смотрю телевизор и читаю газеты в бумажной форме. Я практически всю информацию получаю из интернета. И у нас таких людей уже больше, чем практически половина населения. В интернете, как вы понимаете, никакого регулирования в этом смысле нет. Там представлены все точки зрения, в том числе, скажем, прямо даже экстремистские. Поэтому считать, что какая-то часть людей не получает доступа к информации нового порядка в современном глобальном мире, мне кажется, несерьезным. Ну, а если говорить об отдельных деятелях оппозиции, ну, знаете, я вспоминаю советские времена, я еще тогда учился в университете, я с трудом себе представляю, чтобы генеральному секретарю Компартии Великобритании Гордону Макленону или генеральному секретарю Компартии Соединенных Штатов Америки Гэсу Холлу дали возможность высказаться в каком-нибудь респектабельном журнале, газете или на телевидении Великобритании или Соединенных Штатов Америки в 70-е и 80-е годы. Почему? Не потому, что они были там под запретом, а потому, что они были никому не интересны, они были политические маргиналы. И у нас часть оппозиции, к сожалению, такая. И когда они говорят, нас никуда не пускают, так вы тогда хотя бы покажите, что вы кому-то интересны. Да, совершенно верно. Но кажется также, что заставлять замолчать диссидентов, когда наступила годовщина убийства Бориса Немцова, как вы знаете, было примерно в то же время опубликованы результаты расследования смерти Литвиненко в Великобритании. Там говорилось о том, что, возможно, президент Российской Федерации и президент Путин отдал приказ об убийстве Литвиненко. Да, возможно, это очень необычный и неприятный ответ, но скажите, вы будете подавать иск против Великобритании в связи с этим расследованием? В Британии своеобразные отношения на протяжении веков, они такие нелегкие. В силу разных причин я ввиду отсутствие времени не буду давать анализ им, хотя можно почитать историческую литературу. К сожалению, это сохраняется и сегодня. Вы упомянули некий отчет некоего суди в отставке, который, я просто ради интереса посмотрел, начинается практически каждый раздел и абзац со слова probably. Но что тут комментировать? Это неофициальный отчет человека, который находится в отставке, который дает вероятностное суждение. Но мы тоже, наверное, можем написать немало таких отчетов, попросить наших бывших судей или ученых какие-то бумаги подготовить. ценности никакая. И реакции поэтому на это не будет никакой. В этой истории прискорбно только одно, что отчет, который изобилует словечками probably, комментирует премьер-министр и министр иностранных дел. Это уже так напоминает борьбу с ведьмами и колдунами. В конце концов оставим это на совести тех, кто комментирует. Что же касается каких-либо юридических действий, ну это смешно просто. Нам это не нужно и Российская Федерация никогда не будет преследовать какую-либо страну за дурацкие поделки или какие-то смешные фильмы. Можем ли мы вернуться к таким вопросам, как в случае с Немцовым, с Литвиненко. Да, вы должны согласиться, что это ложится пятном на репутацию Российской Федерации, потому что эти люди были убиты. Трагедию, связанную с убийством Немцова, это другая история, конечно, абсолютно. Это реальная трагедия и это преступление, которое должно быть расследовано и к ответственности привлечены все, кто будет изоблечен следствием в качестве организатора, пособника и исполнителя этого преступления. Здесь никаких сомнений быть не может. И это действительно вопрос репутации российского правосудия и государства. Это однозначно. Мы уже движемся к завершению. Хотела бы вернуться к вопросу Мюнхенской конференции безопасности. Многие части мира сталкиваются с джихадистской угрозой, и Европе приходится знакомиться только с этой угрозой, в то время как у России больше опыта реагирования такой вид терроризма. Нет очевидного ответа, но какое бы вы совет дали вашим европейским коллегам? У нас действительно очень серьезный и драматический опыт борьбы с террористами в нашей стране. Нас долгое время не слышали. Даже террористов, которые у нас действовали на Кавказе, называли не террористами, а повстанцами. Хотя у этих повстанцев, когда их брали в плен или уничтожали, находили турецкие и арабские паспорта. Но потом в какой-то момент нас стали слышать, а в какой-то момент это накрыло, к сожалению, Европу и весь мир. И сейчас мы все в одном положении, мы все под угрозой терроризма. Мы готовы и информацией делиться, и опытом, и сотрудничать. Это очень важно, это критически важно, но только здесь нужно мыслить широко, думать о будущих поколениях, о ценности одной человеческой жизни, а не говорить, вот знаете, Россия какая-то не такая, она себя ведет неправильно, поэтому наши спецслужбы с ней не работают. Ну не работайте. Ну в этом случае вас поблагодарят главари из ДАИШ, вас поблагодарит ИГИЛ, скажет, что и правильно, что вы с русскими не сотрудничаете, нам лучше будет. Мы готовы к этому. Главное, чтобы ответственную позицию занимали наши партнеры. Вы были как премьер-министром, так и президентом, и сейчас вы уже можете точно сказать о том, как развиваются различные вопросы. Не могли бы рассказать о самых ярких воспоминаниях о ваших сроках президента и сроках пребывания в должности премьер-министра? Та и другая должность очень сложная, серьезная. Эти 8 лет жизни, а это уже практически 8 лет, это такая, знаете, такой постоянный драйв, когда ты не способен отключиться, подчас даже во сне. А событий очень много, и внутри страны происходило, и очень хороших для меня, знаменательных, больших, и трагических подчас, вот тех, о которых мы с вами говорили, и международных событий, но ведь мы не только спорили и ругались, но мы кое-что и сделали. Мы, например, в какой-то момент договорились по новому договору о ограничении стратегических наступательных вооружений. Это же неплохо было. Документ подписан, он действует, он исполняется, значит, мы можем сотрудничать, можем договариваться. Общение с моими коллегами, в том числе здесь, в Германии, в других европейских странах мы очень много вопросов решили. Все это ярко, интересно, может быть, когда-нибудь я обо всем этом чуть подробнее расскажу, но пока я работаю, и это интересная работа.